Квантовая механика Когда была сформулирована статистика фермы Дерака, то естественное и самое очевидное ее применение – это электронный газ в металлах. Электронный газ в металлах как раз-таки является сильно вырожденным, то есть температура комнатная много меньше энергии фермы в металлах, в любых типичных, поэтому там нужна стопроцентная квантовая статистика. Ну и в частности Зоммерфельд посчитал теплоемкость, теплоемкость вот этого вырожденного фермы газа, она при нескольких температурах, при температурах много меньше энергии фермы, то есть включая комнатную заведомо, ведет себя линейно по Т, то есть она очень мала. Это объясняет давнишнюю загадку, почему, ну вот когда считаешь теплоемкость твердого тела, электроны даже в металлах, где очевидно есть свободные электроны проводимости, учитывать не надо. Паули на основании той же самой фермы статистики посчитал парамагнетизм электронного газа в металлах, ну это тоже совсем простая штука. Это, ну давайте я нарисую, может быть, известную картинку. Вот если есть энергия, я отдельно буду рисовать электроны со спином вверх, электроны со спином вниз. Пока у меня нет магнитного поля, они заполнены до одинакового уровня, до энергии фермы. А теперь я включил магнитное поле, энергии, скажем, вот этих электронов повысились, этих понизились. Поэтому теперь картинка стала вот такой. Ну и естественно энергетически выгодно этим электронам переползти сюда, так что уровень фермы опять будет для них общий. И тем самым электронов со спином вверх окажется больше. Этот эффект пропорционален магнитному полю, спиновый парамагнетизм, ну вот Паули его и посчитал. Потом, ну это уже заметно позже, Ландау понял, что кроме вот этого спинового парамагнетизма у электронного газа в металлах есть еще орбитальный диамагнетизм, который, ну на самом деле совсем таким модельно независимым образом сказать нельзя. Если это действительно свободный электронный газ, то он равен минус 1,3 от парамагнетизма Паули. Но вообще говоря, это зависит, кристаллы они затрупные, там все сложнее, поэтому на самом деле соотношение может быть разное. То есть вот применения статистики фермы Дерако в первую очередь появились в физике твердого тела, вот для описания металлов. Потом было множество других применений, скажем, нейтронные звезды, там и белые карлики тоже, то есть куча астрофизических применений. Но это все было много позже, это мы сейчас обсуждать не будем. А теперь, значит, некоторые, ну тоже какой-то несколько неупорядоченный список разных вещей, где на самых ранних этапах применялась квантовая механика. Ну вот одно очень важное такое приближение, которое было рассмотрено еще в 1926 году, это квазиклассическое приближение, или еще его называют приближение ВКБ. То есть когда появилось уравнение Шрюдингера, то, естественно, возникло желание получше понять, как оно связано с классической механикой. То есть в том предельном случае, когда, скажем, потенциал мало меняется на длине волны, то есть длина волны короткая, мы находимся в такой классической ситуации, почти в классической ситуации, то приближение Шрюдингера можно решать, ну вот как-то приближенно. На самом деле математики знали уже раньше такой приближенный способ решения обыкновенных дифференциальных уравнений, но в физике его открыли заново, не зная о предыдущих достижениях математиков Венцель, Крамерс и Бриллиан. Это чуть ли не последний такой значительный вклад в Крамерса, в физику. Но, значит, очень легко можно написать приближенное решение уравнения Шрюдингера, если волновую функцию написать в виде какого-то плавного медленно меняющегося коэффициента, ну там я не знаю, я напишу, от Х на Е в степени и С от Х на H. Где H мы считаем малым, то есть вот эта экспонента очень быстро осциллирует. В классически разрешенной области, где по классической механике частица действительно может находиться, где, ну вот скажем, если есть потенциал какой-то, любой, не знаю, мне совершенно без разницы какой, и есть энергия, энергия вот такая, тогда вот отсюда до сюда частица в классике двигаться может. И в этой области волновая функция действительно вот такая, быстро осциллирующая, но тут возникает проблема точек поворота. Когда частица приближается к точке поворота, ее импульс стремится к нулю, соответственно, длина волны стремится к бесконечности, и применимость вот такой приближенной функции ВКБ теряется. Она всегда теряется вблизи точек поворота. Проближение ВКБ может работать внутри классической области, может работать внутри запрещенной области. Здесь экспонента будет не осциллирующая, а падающая, но как-то их надо сшить. Ну и вот эти люди, все трое, независимо друг от друга, и почти что одновременно, предложили правильный метод шивки, тоже излагаемый в учебниках квантовой механики. То есть, поскольку нам надо понять, как волновая функция здесь и здесь связана друг с другом, рассмотрим маленькую окрестность точки поворота, там потенциал можно считать линейной функцией. Уравнение Шейдингера в линейном потенциале решается через некие функции, которые называются функцией Эри. такие специальные функции. Ну и дальше из асимптотики этой функции Эри можно найти правила шивки. Много позже был придуман гораздо более красивый математический способ обхода особых точек в комплексной плоскости. Но это сюда не относится. Вот значит, было некое приближение. А, да, и основной вывод, который сделали эти авторы, ну или один из основных результатов, которые они получили, состоит в том, что они действительно вывели уже научно из уравнения Шейдингера правила квантования Бора-Зоммерхенда, уже как приближённые, а не точные. И состоят они в том, что интеграл P, допустим, равняется 2πH, но, впрочем, не на N, а на N плюс 1 вторую. В том случае, если обе точки поворота вот такие вот регулярные, то есть вблизи этих обоих точек поворота можно потенциал заменить на первый член ряда Тейлора, то бишь на линейный. Ну и тем самым вот, наконец, в рамках квантовой механики был уже понят статус вот этого вот второго правила квантования из старой квантовой теории. Но это, на самом деле, вообще не всегда так. То есть, на самом деле, если, например, с одной стороны стоит вертикальная стенка, то здесь будет не одна вторая, что-то другое. Там, в общем, надо разбираться с разными случаями. Вот это случай гладкого потенциала, когда обе точки поворота такие регулярные. Значит, еще одна область исследований, ну вот в ранней квантовой механике уже скорее область приложения ее, это физика молекул. Там, во-первых, было сформулировано совершенно замечательное утверждение, которое называется «Приближение Борна-Оппенгеймера». Оппенгеймер тогда из Америки, ну он тогда был молодым человеком, только что закончившим университет, насколько я понимаю, он приехал в Европу набираться ума-разума и некоторое время работал в Гютингене у Борна. Надо сказать, они не очень хорошо, так сказать, сошлись характерами, и впоследствии Борн после вот того, как Оппенгеймер вернулся к себе в Америку, больше никаких дел с ним иметь уже не хотел. Но вот одну важную работу они совместно написали, причем написал ее исходно именно Оппенгеймер. Идея основная формулируется очень просто, и она на таком словесном уровне очень естественна. Если у нас есть молекула, неважно, двухатомная или больше атомов, то там есть как бы два существенно отличающихся типа движений. Есть медленное движение ядер, например, молекула может колебаться, эти ядра будут то приближаться, то удаляться друг к другу. Есть гораздо более быстрое движение электронов вокруг ядер. То есть есть два очень отличающихся масштаба времени, и поэтому возникает естественное желание как-то их рассматривать отдельно. Но это можно сделать. То есть давайте решать эту задачу таким образом, физически очень наглядно. Сначала мы мысленно как бы прибьем гвоздиками ядра к фиксированным точкам пространства, чтобы они не шевелились, и при фиксированном положении ядер найдем решение о уравнении Шридингера для электронов, найдем энергетические уровни. Эти энергетические уровни будут являться функциями координат ядер. Если ядра такие, то энергия будет такая, а если ядра, например, подальше раздвинулись, то энергия этого уровня будет какая-то уже другая. Это первая половина задачи. А вторая половина состоит в том, что когда ядра медленно движутся, то по как раз предыдущим исследованиям борно-перехода с уровня на уровень не происходит. То есть при адиабатических изменениях параметров, в данном случае параметры – это координаты ядер, если только нет пересечений уровня, переходы с уровня на уровень очень сильно подавлены, экспоненциально малы вероятности. Поэтому можно вот эту энергию, которая является собственным значением гамильтониана для электронов при фиксированных координатах ядер, рассматривать вот как функцию координат, считать ее как бы потенциальной энергией для ядер, ну и дальше ядра будут двигаться в этом потенциале, будут как-то колебаться, колебаться, вращаться, все что угодно. То есть возникает возможность отделить, отдельно решать задачу про быстрое движение электронов, отдельно решать задачу про медленное движение ядер. Ну вот эту идею придумал в действительности Абенгеймер, изложил ее Борну, Борн очень положительно к ней отнесся и сказал, ну давайте пишите статью. Абенгеймер написал статью на трех страничках, в которой Борн, когда он ее принес Борну, Борн вообще ничего не мог понять. Очень кратко написано так, конспективно. В результате чего Борн сказал, что это никуда не годится, так статьи писать нельзя, и переписал статью сам, от начала до конца, ну по тем же идеям, конечно, после чего она заняла не 3, а 20 страниц, но зато ее стало легко читать. Всем желающим, мне все было объяснено, как надо и понятно. Ну и в таком виде эта статья была послана в журнал и опубликована. Ну это было самое начало, ну вот, применение квантовой механики к молекулам. Дальше эта область направления исследований развивалась очень бурно, то есть самая известная работа, это, скажем, теория химической связи, ковалентной химической связи, Гайтлера Лондона. Этой физикой молекул занимался, например, Румер, когда вот он в молодости тоже был, в Гетингене, где-то там у Борна, он тоже занимался физикой молекул. Ну и занимались там много народу, я всех перечислять не буду, это скучно, но одного я все-таки перечислю. Есть такой хунт. Хунт был аспирантом, ну или учеником, в всяком случае, Хайзенберга в Лейпциге. И вот он занимался, в частности, вот этой самой физикой молекул. Ну, когда Хайзенберг стал профессором в Лейпцигском университете, то его аспирантом, нет, он уже был не аспирантом, он уже был ассистентом, он был ассистентом Хайзенберга. И в университете, я уж точно не знаю кто, сам Хайзенберг или кто-то другой, вывесел объявление, что курс-квантовой механики будут читать Хайзенберг-мид-хунт. Если кто знает немецкий язык, хоть немножко, это можно перевести как Хайзенберг с собакой, поскольку хунт одновременно означает собака, во-первых, а во-вторых, существительные, даже вполне не такие, не имена собственные, в немецких предложениях пишутся с большой буквой. Поэтому абсолютно правильно фразу Хайзенберг-мид-хунт можно перевести как Хайзенберг с хундом или как Хайзенберг с собакой. Но вот этот хунт еще замечательен тем, что он был, насколько я понимаю, последним живым участником всех этих событий времен создания квантовой механики. Он умер где-то в самом конце 90-х годов 20-го века в возрасте 101 года. Он написал книжку хорошую, она в списке рекомендованной литературы по этому курсу значится «История квантовой теории» «История квантовой теории» на русский язык переведена. Эта книжка мне нравится, действительно, она такая краткая, без излишней воды, скажем так, только важные факты в ней приводятся. Ну вот. Ну, значит, про физику молекул я рассказывать не буду, потому что, во-первых, я сам про нее почти ничего не знаю, это как-то неинтересно было бы. А вот, что я еще хочу рассказать. А, ну да, вот это действительно интересный кусочек. Туннельный эффект. Тоже чисто квантовое явление. Туннельный эффект на самом деле открывали, так сказать, много народу, довольно-таки одновременно и довольно-таки независимо друг от друга. Самая широко известная работа не первая на самом деле, где этот туннельный эффект встретился и был исследован, это работа Гамова по поводу альфа-распада. Ну, вот это действительно интересно, это я сейчас немножко расскажу. Значит, Георгий Гамов, впоследствии Джордж, родился в 1904 году в Одессе. Отец у него был преподаватель гимназии. Ну, потом там последовали всевозможные бурные события в Одессе. Тут революция, то красная, то белая, то интервенты, то еще кто-то. В общем, там очень бурная была вся эта политическая жизнь. Но среди всего этого дела он таки умудрился пойти в университет в Одесский, который тогда назывался Новороссийский университет. Тогда это называлось Новороссия. И потом в 1922 году он решил, что в этом Одесском университете ему учиться скучно, потому что нет никаких выдающихся физиков, когда на физику, естественно, которые могли бы что-то такое современное и интересное преподавать. И он поехал в Петроградский университет. Тогда он назывался Петроград. Был такой период как раз. Для того, чтобы маленько подработать и заработать денег, он еще параллельно с тем, что был студентом университета, подрабатывал наблюдателем на метеорологической станции, где ему надо было просто три раза в сутки с ним записывать показания приборов. Потом его там, ну не совсем там, в другом месте, продвинули. Продвинули. Он стал заведующим метеорологической обсерваторией артиллерийской школы. Вот в этой артиллерийской школе он артиллеристом попутно еще читал лекции по физике. И с этим связана одна из анекдотических историй, которую сам Гамов рассказывает. Ну, за ее достоверность, в общем-то, поручиться трудно. Но, судя по всему, какие-то минимальные основания для нее были. Вот, когда он работал, будучи студентом в параллель, работал вот в этой самой артиллерийской школе в метеорологической ее обсерватории, ему, вероятно, просто в качестве материальной помощи выдали хорошую шунель. Офицерскую шунель, ну там холодно бывает зимой, ну, в общем, пожалели молодого студента и выдали. Потом, много лет спустя, когда он уже был в Америке, его не допустили к работам, связанным с атомной бомбой, потому что, когда, ну там, у всех крупных физиков выясняли, они были ли они как-то связаны с Красной Армией, он сказал, что он был полковником Красной Армии, показал свою фотографию в полковниче шунели, впрочем, без погон. Судя по всему, это уже чистой воды выдумка, полковником он, несомненно, не был, но полковничья шунель, у него вполне возможно была бы то, что существует его фотография в этой шунели, впрочем, без всяких погон. Потом, значит, ну, я не буду уж подробно рассказывать все детали, в 25-м году он хотел было заниматься общей теорией относительности, и его научным руководителем стал Фридман, который открыл модель Фридмана расширяющейся вселенной, крупный человек. Но Фридман буквально через несколько месяцев умер. В результате он попал к Круткову, Крутков, под руководством Круткова защитил диплом по диабетическим инвариантам, ну, это область, в общем-то, интересов Круткова как раз, и в эти времена, вот когда он был в университете, готовился к защите диплома и так далее, была такая, в общем-то, неразлучная компания молодых людей, которая состояла из Гамова, Иваненко, Ландау и Бронштейна. Ну, дальше их судьба сложилась очень по-разному. Бронштейна расстреляли в 1938-м, Гамов уехал в Америку, Иваненко после некоторого момента фактически перестал заниматься физикой и стал заниматься исключительно защитой собственного приоритета, ну, а Ландау – это Ландау. То есть, в общем, двое из этой четверки действительно стали выдающимися физиками, включая Гамова. Значит, потом, в 1928-м году он получил возможность поехать за границу, причем за счет именно нашей страны. то есть, то есть, это не, ну, более какие-то выделены деньги на то, чтобы выдающихся молодых ученых посылать за границу для стажировки и для того, чтобы они там осваивали новейшие достижения. И вот он поехал в Гютинген, к Борну, и там же, вот в 1928-м году практически сразу, очень быстро написал свою классическую статью про теорию альфа-распада. Ну, что такое альфа-распад, объяснять не надо. А теория состояла в следующем. Значит, потенциал альфа-частицы как функцию радиуса, давайте представим себя таким образом, что при больших радиусах имеется вот такое вот кулоновское отталкивание, которое продолжается до радиуса ядра. Когда мы доходим до радиуса ядра, вступает в игру ядерное взаимодействие и ядерное взаимодействие сильно притягивающее и получается вот такая примерно потенциальная ядра. Естественно, это весьма грубая модель, потому что внутри ядра вот здесь примерно меньше Арнольд. Альфа-частица вообще не существует как единый какой-то объект, это просто некие четыре углонового ядра, да и все. Ну, как модель, в общем-то, в первом приближении сойдет. И вот, если имеется связанное состояние с положительной энергией, вот с такой вот энергией, то эта альфа-частица будет вот в этой потенциальной яме находиться вот в этом состоянии. Но не вечно, потому что вот есть туннельный эффект, волновая функция здесь осцеллирующая, здесь она будет экспоненциально убывать, но она не до нуля убудет, и тем не менее, несмотря на то, что это классически запрещенная область, частица может вылезти вот сюда, имея энергию ниже вот высоты этого барьера. Поэтому это как бы вот такой вот тоннель, прорытый в этой горе, поэтому это называется туннельным эффектом. Для того, чтобы посчитать коэффициент прохождения для преодоления вот такого вот барьера, надо что сделать? Ну вот по классическому приближению. Импульс здесь в запрещенной области является мнимым, и вот надо проинтегрировать от R0 до вот этого вот R1, от R0 проинтегрировать до R1 вот этот самый PDR, где P на самом деле мнимый, имеется в виду модуль P. Здесь тоже есть забавный момент, состоящий в том, что этот интеграл, если его безразмерить, он выглядит так. Это будет интеграл от корня из так, вот так, чтобы представить, от корня из единицы на R минус 1 DR. Интеграл берется до единицы, то есть в этих единицах вот это соответствует единице, ну а здесь какой-то вот R0, которая меньше единицы. Ну вот, в конце своей статьи Камов написал, выразил благодарность своему хорошему знакомому Кучину за обсуждение некоторых математических вопросов, связанных с этой статьей. Оказывается, этот Кучин, он вот этот интеграл посчитал. В общем-то, за неумение посчитать такой интеграл, на экзамене по мотоанализу могут и двойку поставить вполне совершенно элементарный интеграл. Ну, Гамов, в общем-то, всегда говорил, что он не очень силен в математике. Ну вот. Ну а какие же результаты этой статьи? Результаты этой статьи были совершенно выдающиеся. поскольку вот этот интеграл стоит в экспоненте, то времена жизни разных ядер относительно альфа-распада могут отличаться на огромное количество порядков величины. Я не помню, но порядков на 30, по-моему, они отличаются буквально. И в зависимости от высоты этого барьера, в зависимости от заряда ядра, который определяет вот этот кулоновский потенциал отталкивания. Ну и в результате Гамов получил теоретическое объяснение чисто эмпирического закона Кегера-Нитола, который как раз очень грубо позволял оценить время жизни разных изотопов ядер относительно альфа-распада в логарифмическом масштабе. С точностью плюс-минус порядка. Может быть, немножко лучше. Но зато в огромном диапазоне времен жизни, который составлял около 30 порядков. То есть вот этот туннельный эффект, чисто квантовый эффект по Гамову, объяснял вот эти наблюдения эмпирические, которые были формализованы в виде закона Гекера-Нитола. В результате его работа действительно стала очень широко известна. Это была одна из первых теоретических работ по ядерной физике. Дальше я скажу пару слов, чтобы не отрываться его дальнейшие жизни и его дальнейших достижений, хотя они уже не очень связаны с тем, что мы сейчас обсуждаем, но все равно интересно. Значит, потом он из Геттингена очень хотел на обратном пути в Россию заехать к Бору в Копенгаген и заехал. У него всех денег на тот момент оставалось ровно 10 долларов, чего, по его мнению, хватало на то, чтобы в Копенгагене находиться одни сутки. Ну вот он действительно добился, умудрился добиться того, что Борн его примет в течение этого периода, этих суток. Рассказал ему эту работу, впрочем, Борн про нее уже слышал, и Борн предложил ему какие-то довольно заметные дополнительные деньги, какой-то грант на то, чтобы он мог быть в Копенгагене и не только в Копенгагене, в других европейских центрах еще почти год, 10 месяцев точнее говоря. И вот следующие 10 месяцев он был примерно половину времени в Копенгагене, половину в Кембридже, куда его Борн послал, потому что там Резерфорд, главный экспериментальный специалист по физике ядра. Потом он таки вернулся в Петроград, или он тогда уже Ленинград даже был, я точно не помню, когда его переименовали. в следующем году, в 1929 опять получил грант на сей раз какой-то трокфеллеровского фонда, уже иностранного, который ему еще позволял примерно год быть за границей, и он опять был в Копенгагене и в Кембридже. Потом он уже опять в очередной раз вернулся в 1931 году в Ленинград, поступил на работу в Ленинградский физико-технический институт ЮФИ. В следующем году его выбрали членкуром Академии наук. Он был самым молодым членкуром и он сохранял звание самого молодого членкура до совсем недавнего времени. Более молодого человека в членкура выбрали где-то в 2010-х насколько я понимаю уже только или в 2000-х но в это время ситуация в стране так сказать стала ухудшаться устражаться всяческие правила и запреты и в частности Гамова не выпустили на какую-то крупную конференцию по ядерной физике в Риме так что его доклад вынужден был зачитывать там другой человек кто-то из западных физиков ядерщиков все это Гамову чем дальше тем больше не нравилось в особенности невозможность свободно ездить и свободно общаться с специалистами по интересующим его вопросам во всех странах и он стал обдумывать способа как бы ему сбежать из СССР обдумывал несколько возможностей типа перехода норвежской границы на Кольском полуострове еще там какие-то такие в конце концов попытался осуществить совсем уж авантюрный вариант а да он женился незадолго до этого так вот они с женой поехали в Крым и однажды попытались уплыть через Черное море в Турцию на Байдарке это вообще полнейшая авантюра которая судя по всему вероятность успеха была ну максимум там какие-нибудь доли процента там мог начаться шторм и шторм и прокинуть эту Байдарку это вообще весельная лодочка он жена и две пары весел никакого даже мотора значит они поплыли куда-то на веслах потом погода ухудшилась поднялся ветер с юга и через весьма заметное время там через ну порядка суток их вынесло обратно на крымский же берег так что этот побег не удался ну а в следующем году он сделал проще он каким-то всеми там правдами и неправдами добивался чтобы его послали на 7-й Сальвеевский конгресс и дали визу его жене тоже добился этого ну и просто поехал на конгресс и не вернулся значит дальше он уехал в США там некоторое время никак не мог найти постоянную работу там везде не было в университетах денег чтобы его принять несмотря на всю его известность но в конце концов попал в университет имени Вашингтона в Вашингтоне где работал много лет значит там он в штаты это 34 депрессия ну да что-то в этом роде да что-то в этом роде то есть денег вероятно не было из-за экономической депрессии ну вот значит там он занимался ядерной физикой в частности есть такая известная вещь как переходы гамма в отель Теллера разрешенные переходы в бета распадах потом он занялся всякими вопросами астрофизики где на самом деле его достижения ничуть не меньше вот этого там он получил совершенно выдающиеся результаты то есть сначала он занимался термоядерными реакциями в звездах Бетя незадолго до того выяснил углеродно-азотный цикл там в общем всякие основные характеристики тех реакций за счет которых солнце светит ну и вот Гаммов тоже в этом участвовал занимался термоядерными реакциями эволюции звезд там происхождением новых звезд сверхновых звезд довольно много на эту тему написал работ которые в общем-то сильно продвинули эту область астрофизики а потом уже в 40-х даже в конце 40-х в 48-м вот как я вижу он занялся теорией ранней вселенной то есть поскольку он хотя и месяца 3 был учеником Фридмана то космология его интересовала очевидно давно и поэтому его заинтересовал вопрос о происхождении элементов во вселенной происхождении химических элементов то есть в очень ранней вселенной сразу после большого взрыва были высокие температуры потом вселенная расширялась и охлаждалась и при этом происходили тоже какие-то термоядерные реакции в результате которых образовывались там разные химические элементы и Гамма взялся разбираться во всех деталях этого процесса там тоже не обошлось без некой хухмы Гаммов с своим учеником Альфером написали большую подробную статью о эволюции элементов в ранней вселенной Гаммов посмотревший на список авторов то бишь Альфер и Гаммов решил что там в серединке явно не хватает Бетя чтобы была альфа-бата-гамма вписал туда Бетя вторым автором и причем в Черновике он около него поставил сносочку и в подстрочном примечении написал ин абсентия то есть в отсутствии по-латински эта сносочка в журнале благополучно выпала физраф-д нет тогда просто физраф-очевидно был физикл-ревью и вот эта фундаментальная статья по теории горячей ранней вселенной вышла с тремя авторами Альфер-Бетя-Гаммф значит в этой статье он в частности фактически предсказал реликтовое излучение так как-то очень явно это там не было сформулировано но тем не менее всякие рассуждения насчет того что вот есть фотонный газ во вселенной который остывает по мере расширения вселенной и там в современную эпоху должен иметь там довольно низкие температуры и делались уже даже какие-то количественные оценки какую температуру и поэтому когда много позже реликтовое излучение с температурой 3 градуса Кельвина было действительно обнаружено абсолютно случайно никто не искал просто были какие-то непонятные помехи в там этих антеннах которыми которыми занимались астрофизики занимались радиоизлучением разных космических объектов эти помехи шли отовсюду не из какой-то конкретной области но в конце концов когда они исключили все мыслимые земные источники этих помех пришли к выводу что это таки да это радиоволны из космоса которые идут отовсюду в общем-то изотропно но и потом поняли что это на самом деле то самое что предсказывал Гамов давным-давно ну и последнее его крупное достижение это некая догадка относительно структуры генетического кода опять кажется это совершенно другая область науки вообще биология но рассуждал Гамов примерно так что значит в ДНК ну и следствие этого ВРНК есть четыре типа вот этих самых оснований я их все четыре не скажу не помню всю эту биологию знаю плохо ну вот и они должны как-то кодировать синтез белков белков должно быть ну по крайней мере 20 поэтому например предположить что последовательность из двух вот этих азотистых оснований в ДНК кодирует белок нельзя получится всего 16 не хватает значит минимум должно быть 3 ну вот Гамов предположил что последовательность из трех нуклеотидов ДНК кодирует один белок тогда их там более чем достаточно для ну и в общем так оно так оно и оказалось причем его статью отвергли рецензенты где-то там в США в результате чего он ее послал в сообщение о Датской Академии Наук который состоял членом и вроде бы мог публиковать что захочет без всяких рецензентов и потом когда действительно все эти молекулярно-биологические вещи более подробно исследовали оказалось что да Гаммов был абсолютно прав так что вот такой вот выдающийся человек сделал как опять же есть такие любители посчитать насколько Нобелевских премий человек наработал они говорят что Гаммов наработал на три Нобелевских премии за альфа-распад за горячую раннюю вселенную и за генетический код ну ладно ну да пожалуй маленькое отвлечение сделаю в сторону значит вот почти в точности такой сумасшедший проект сбежать на лодочке в Турцию потом был успешно реализован много лет спустя реализовал его совсем другой человек Харальд Фрич который в общем-то является как бы основателем квантовой хромодинамики тоже выдающийся в своем роде ученый значит он родился и жил в ГДР был там своего рода диссидентом в ГДР в частности он ну то есть он учился в университете в Лейпциге и он и там группа каких-то товарищей активно боролись за то чтобы не сносить какие-то старинные архитектурно ценные церкви за какую-то церковь вот в центре Лейпцига которую предполагалось снести на ее месте построить суперсовременный концертный зал церковь в конце концов снесли концертный зал там стоит я его сам видел к фричу и его товарищам в общем-то появилось некое повышенное внимание со стороны штази в результате чего он решил что ему надо сбегать в западную Германию и разработал и осуществил он такой план значит поехал он как-то летом в братскую Болгарию это пожалуйста социалистическая страна никаких особых проблем на какой-то курорт на Черном море на Болгарии там он или там или привез я точно не знаю в общем-то заимел лодочку впрочем моторную но очень маленькую и на этой лодочке однажды загрузив туда некий запас питьевой воды еды у него еще с собой был ГДРовский паспорт и какое-то очень маленькое количество денег и еще у него с собой была книга Бакалюбова-Шуркова введения в теорию уквантованных полей вот с этим набором предметов он на лодочке отплыл от берега достаточно далеко так что уже берега не видно просто со всех сторон моря и все и дальше двигаясь по компасу двинул на юг довольно долго он там двигал на юг на моторной кстати лодочке не на грибной а потом когда по его расчетам получалось что он уже должен быть где-то напротив турецкого берега повернул и пошел сдаваться турецким пограничникам турецкие пограничники его благополучно сразу запихали в кутузку сказавши что он наверное шпион причем у него с собой какая-то книга по ядерным проблемам наверное секретная Боголюбов-Шурков конкретно но потом ему все-таки удалось связаться со знакомыми физиками в ФРГ те ему прислали денег потому что денег у него катастрофически не хватало ему удалось как-то легализоваться перебраться в ФРГ а гражданином ФРГ автоматически считался любой немец если только он умудрится попасть в ФРГ ему выдают чистый ФРГшный паспорт так он стал гражданином ФРГ и дальше активно работал квантовую хромодинамику изобрел впрочем Дмитрий Васильевич Шурков неоднократно говорил по этому поводу что хотя он тащил с собой их книжку через Черное море Турцию и все прочее он по-видимому так и не удосужился ее прочитать потому что с точки зрения Шуркова он был человеком довольно малограмотным в области грантовой теории поля ну вот но это было отвлечение на тему как надо бежать в Турцию на лодочке вот Фрич действовал правильно и у него все получилось так что там дальше будет а ну да давайте вот к чему перейдем значит сейчас я возвращаюсь поближе к ну так сказать основному руслу развития квантовой механики и важный следующий шаг сделал Паули а именно он предложил обобщение волнового уравнения шейдингера для случая частиц со спином это так и называется уравнение Паули ну то есть вот идея это очень простая на самом деле естественная вот есть электрон со спином одна вторая это значит что проекция спина на любой выбранную из может быть плюс или минус половинка это значит что волновая функция должна быть двухкомпонентной величиной это должен быть вот такой вот столбец описываю Пси вверх от x скажем и Пси вниз от x который назовем Пси от x то есть теперь это не одна функция а это вот такой вот столбец из двух функций дальше что с чем нужно разобраться нужно разобраться что такое операторы спина как ну вот если например есть только верхняя компонент у этой волновой функции то это означает что спин этого электрона направлен только вверх и поэтому она должна быть собственной функцией z компоненты спина ну вот оператор спина Паули написал в виде там h пополам сигма где сигма есть три матрицы ну как бы вектор три матрицы сигма икс сигма икс сигма з которые называются матрицами Паули ну а дальше он их написал так чтобы они удовлетворяли правильным коммутационным соотношением тут он обо всем позаботился естественно вывел закон преобразования этой волновой функции при поворотах если эту же функцию осмотреть с точки зрения другой системы координат повернутые там на какие-то углы то естественно вот эти компоненты как-то перемешаются друг с другом то есть умножатся на матрицу два на два вот эти матрицы вращения для частицы со спином одна вторая Паули тоже получил ну и написал гамильтониан для такой частицы находящейся во внешнем электромагнитном поле это во первых обычная вещь это надо значит взять импульс минус ег ца в квадрате на 2 это кинетическая энергия ну а вот это я пожалуй сейчас скажу пару слов ну ладно я допишу эту формулу это кинетическая энергия есть потенциальная энергия ну и наконец есть взаимодействие магнитного момента с магнитным полем то есть если мё это магнитный момент дальше надо написать где сигма и магнитное поле В значит вот это вот есть взаимодействие ну сила Лоренца тут сидит то есть если есть магнитное поле есть вектор потенциал то это магнитное поле как-то влияет на движение заряженных частиц в нём и на самом деле вот без учёта спина вот вот досюда такой гамильтинян впервые написал Фук то есть вот Фук у Шрёдингера был только скалярный потенциал он не рассматривал как векторный потенциал надо включать в его уравнение это рассмотрел Фук ну и в общем этот способ является как бы совершенно стандартным то есть есть такая вещь как полный импульс вот П это полный импульс есть такая вещь как кинетический импульс ну как есть кинетическая энергия полная энергия с импульсом то же самое то есть чтобы получить кинетическую энергию надо кинетический импульс возводить в квадрат а он равен полному импульсу минус вот такая потенциальная часть этого импульса это на самом деле в классической ну там механике заряженных частиц в электромагнитном поле совершенно хорошо всё известно только это было переписано через там операторы и чтобы получить вот аналог уравнения Шрюдингера вот если написать уравнение Шрюдингера вот с таким потенциалом и волновую функцию в виде вот такого вот столбца двух компонентов это называется уравнение Паули рассмотрел он в частности естественно естественно первое желание рассмотрел тонкую структуру уровня атомоводорода там надо было для этого написать что первую поправку первую релятивистскую поправку первая поправка к зависимости энергии от импульса ну тривиально это вот этот самый корень который в теории относительности раскладывается на один член дальше да и всё а есть еще спиноорбитальное взаимодействие спиноорбитальное взаимодействие когда так сказать наивно пытались писать еще там в старой квантовой теории получалась неправильная формула для тонкой структуры потом только вот Томас в Копенгагене понял что там есть вот дополнительный релятивистский эффект который приводит к тому что надо еще одну вторую множитель туда добавить так вот в этом случае эту томасовскую половинку пришлось вставлять опять же руками поскольку уравнение Паули по существу совершенно не релятивистское она ничего не знает про вот такие вещи релятивистские эффекты типа томасовской прецессии то и просто приходилось пришлось вставить руками и фактически у Паули получился первый уже абсолютно правильный вывод формулы для тонкой структуры уровня атома водорода у правильной в смысле с правильной интерпретацией всех входящих туда букв потому что с неправильной интерпретацией формула которая согласовывалась с экспериментом получилась уже у Зуммерфельда гораздо более давно но ну то есть уже у Паули Паули прекрасно мог сложить орбитальный момент спина этого электрона полный момент импульса букв букв КЖ у него присутствовала в правильном месте на этой формуле то есть это была уже такая правильная интерпретация этого результата и правильный вывод дальше что там происходило такого хорошего и интересного дальше несколько очень важных работ написал Дирак это на самом деле действительно некая серия работ которая цель которой состояла в том чтобы разобраться с теорией излучения атома теория излучения ну в общем-то всегда была очень важной составной частью в развитии квантовой механики ну и Дирак наконец разобрался в ней окончательно значит первая из этих работ на самом деле даже не отдельная работа это была какая-то был какой-то параграф в работе которая была в основном посвящена другим вопросам он построил нестационарную теорию возмущения нестационарную теорию возмущения причем уже в правильной квантовой теории уже строили много раз в рамках матричной механики в рамках волновой механики Шрёдингер он ее построил еще раз по большому счету они конечно же все эквивалентны но как всегда формулировка Дирака отличается совершенно таким редкостным изяществом то есть вот это стоит пару слов сказать значит исторически вот когда еще квантовая механика единая не существовала была только либо матричная либо волновая использовались помимо прочих отличий использовались разные скажем так представления но тут сложно с терминологией есть термин представление координатное представление импульсное представление энергетическое представление это выбор конкретного базиса в гильбертовом пространстве состояния современной точки зрения и есть иногда это тоже называют представление иногда это называют картина чтобы их не путать я лучше буду говорить картина есть картина Шрюдингера и картина Хайзенберга это связано с тем что меняется при эволюции со временем то есть по картине Шрюдингера предполагалось так что операторы оператор координаты оператор импульса там оператор спина чего угодно от времени явно не зависит а вот состояние то есть у Шрюдингера это волновая функция зависит от времени и удовлетворяет временному уравнению Шрюдингера хорошо ну вот вполне понятный способ рассмотрения операторы постоянно по времени состояние как-то вертится то есть вот есть вектор состояния он вертится в многомерном пространстве именно вертится потому что его длина всегда остается равна единице ну вот с другой стороны есть картина Хайзенберга в которой состояние от времени не зависит а операторы зависят как это можно понять а там можно понять так а давайте перейдем во вращающуюся систему отсчета вот в этом Гильбертовом пространстве если в неподвижной условно-неподвижной системе отсчета у нас были какие-то базисные векторы а наш вектор там крутился туда-сюда подчиняясь уравнению Шрюдингера давайте все векторы базиса крутить точно так же тогда вектор состояния вот в этой картине будет постоянным он не будет крутиться но зато операторы наоборот будут зависеть от времени потому что они будут связаны каноническим преобразованием с теми постоянными операторами и они будут удовлетворять уравнению движения Хайзенберга которые впервые написал не Хайзенберг а Борн и Юрг ну ладно вот значит на самом деле тут чистый произвол я сначала сказал что вот в шрюдингерской картине мы имеем как бы неподвижный базис а в Хайзенберг картине мы базис крутим можно сказать с равным успехом наоборот что это во второй картине базис неподвижный а первой относительно него крутится тут нет никакого преимущества никакой из этих картин обе они абсолютно эквивалентны так вот Дирак ввел третью картину которая называется картина Дирака или картина взаимодействия специально для целей рассмотрения нестационарной теории возмущения вот значит если гамильтониан представляет собой невозмущенный гамильтониан плюс малое возмущение мы рассматриваем вот этот В как малое возмущение так то давайте мы перейдем к как бы Хайзенберг картине с гамильтонианом H0 забыв про вот этот В тогда если В нету ну тогда значит что значит операторы зависят от времени подчиняясь уравнениям и там любой оператор с точкой это будет не набрать бы у меня в знаке это будет H0 может знак я перепутал я сейчас не ручаюсь а вот то есть они удовлетворяют гамильтонианом уравнению движения но с гамильтонианом H0 а состояние вот если бы не было В состояние были бы постоянные не зависели от времени а теперь поскольку мы В включили то вот в этой картине Дерака и С с точкой будет В С то есть С будут крутиться но слабо тут будет только вот эта малая поправка как гамильтониан ну и дальше вот это вот нестационарное уравнение можно решать пользуясь тем что В является малым решать в виде ряда по В и вот это вот формулировка нестационарной теории возмущений по Дераку на самом деле она действительно самоизящная что далеко не первый случай Дерак всегда все формулировал самым изящным образом ну и в частности он рассмотрел случай когда В это внешняя электромагнитная волна то есть волна рассматривается пока классически в этой работе никакого квантования электромагнитного поля нет это будет потом вот есть атом который рассматривается конечно квантово-механически и на него падает классическая электромагнитная волна Которая зависит от времени гармоническим образом Умеет фиксированную частоту Тогда Дерак показал, что в этом атоме будут происходить переходы по энергии на плюс-минус h омега Ну или омега, ну или я назову В общем, вот это частота волны, которая падает То есть это классическая внешняя волна Может перебросить электрон в атоме вверх по энергии, либо вниз по энергии На h омега То есть это есть либо поглощение, либо вынужденное излучение Рассмотрение спонтанного излучения действительно требует уже последовательного решения этой задачи То есть квантования электромагнитного поля А пока что, значит, Деракт без квантования электромагнитного поля Вполне успешно сумел посчитать, пользуясь вот этой теорией возмущений Коэффициенты В Эйнштейна Если вы вдруг случайно помните У Эйнштейна был коэффициент А, который описывал спонтанное излучение И две штуки коэффициента В, которые описывали поглощение и вынужденное излучение Вот, значит, коэффициенты В Деракт тем самым вполне строго посчитал А коэффициент А, ну, можно уже из него найти, потому что есть формула Эйнштейна, которая связывает эти коэффициенты А и В Но вывести эту формулу пока нельзя было Ладно, то есть получалось вот какое-то такое несколько половинчатое рассмотрение проблемы излучения Когда Деракт уже в состоянии был посчитать и спонтанное излучение тоже Но тут ему нужно было привлекать совершенно внешнее соображение Нужно было привлекать формулу Эйнштейна, связывающую вынужденное и спонтанное излучение Это была одна работа Другая работа, в общем-то, еще более выдающаяся Продолжала эту же деятельность И в ней он рассмотрел уже квантовую теорию не только атома, но и электромагнитного поля Какие-то такие зачаточные соображения на тему о том, что электромагнитное поле тоже надо описывать квантово-механически Были уже там в первых статьях В статье Борна-Йордана это немножко обсуждалось как-то мимоходом В статье Хайзенберга Борна-Йордана Йордан лично специально написал некий последний раздел Где рассматривал квантование волнового поля Про который Борн говорил, что он этот последний параграф сам никак не мог понять Но вот такая последовательная, уже не модельная, а настоящее электромагнитное поле Было рассмотрено квантово-механически впервые вот в этой работе Дирака Это значит какой год я хочу посмотреть Значит, а у меня и не написано какой год почему-то Но это все-таки это конец 20-х пока что Это какой-нибудь 20... даже не самый конец Потому что в конце он уже уравнение Дирака написал Это какой-нибудь 28-й примерно год Так вот, значит, квантование электромагнитного поля Дирак фактически проделал двумя способами И показал их эквивалентность Это очень важное было мероприятие Во-первых, он по совершенно такому нормальному, я бы сказал Камильтонову подходу к классической электродинамике Я сказал, вот давайте рассмотрим электромагнитное поле в какой-нибудь ящике Оно состоит из стоячих ВУ Каждая стоячая волна представляет собой осциллятор Давайте вот каждый осциллятор проквантуем по уже вполне понятным правилам Ну и получится вот квантово-теоретическое описание электромагнитного поля А дальше, то есть вот уже, скажем, вектор потенциал становится оператором Это не классическая функция Дальше надо рассматривать взаимодействие этого вектор потенциала с электроном в атоме Ну оно рассматривается вот фактически вот так Ну и дальше можно считать То есть, например, может произойти такой процесс сохранения монорки Электрон в атоме свалился с верхнего какого-то уровня на нижний Энергия атома уменьшилась Но одновременно увеличилась энергия какого-то из осциллятора в поле Осциллятор поля перешел из одного состояния в какое-то более высоколежащее Это и означает, возбудилось электромагнитное излучение С другой стороны, Дерак рассмотрел излучение как набор частиц фотонов, квантов света, как угодно Тогда слово фотон, в общем-то, редко еще употреблялось Чаще говоря, кванты света И, значит, применил к ним статистику Боза и Эйнштейна Боза, точнее говоря, Боза именно для фотонов ее и придумал И разработал такой вот аппарат, который называется вторичное квантование Вторичное квантование – это как раз пример игры с уравнениями, которую так любил Дерак То есть он рассмотрел в этой же работе, насколько я понимаю Рассмотрел такой чисто экспериментально-математический вопрос А что будет? Можно ли что-нибудь интересное получить, если волновую функцию Пси в уравнении Шьюдингера считать оператором? Векторы состояния образуют какие-то состояния Хорошо, давайте посмотрим Давайте напишем Пси от Х В виде разложения по какому-нибудь полному набору волновых функций Напишем, что это будут какие-то АН на Пси Н от Х Пси Н от Х – это полный набор функций, по которым любую волновую функцию можно разложить И будем считать, что АН – это оператор Тогда можно, например, сказать, что Пси сопряженная от Х – это будет сумма АН сопряженных Ну, Армидова сопряженных Пси Н сопряженная от Х И дальше можно, чтобы вся дальнейшая процедура имела смысл Можно посмотреть, чему должен быть равен коммутатор, скажем, АН с А каким-нибудь Н крест Казалось, что это должно быть Дельта Н Отсюда следует, в частности, что коммутатор Пси от Х с Пси сопряженным, скажем, от Y Это будет Дельта от Х – У Попробуйте сюда подставьте Используйте полноту вот этого набора функций Получится Дельта-функция И дальше отсюда следует интерпретация Интерпретация состоит в том, что вот эти АН являются операторами уничтожения частицы А АН крест являются операторами рождения частицы То есть все пространство состояний состоит из таких очень длинных штук Вот если здесь имеется какой-нибудь импульс П1 и спиновое состояние С1 Здесь есть импульс П2 и спиновое состояние С2 и так далее И в каждом из этих вот таких одночастичных состояний Может быть либо 0, либо 1, либо 5 В общем, любое число, вот это же база статистика То есть вот это состояние как целое, на которое можно воздействовать операторами рождения и уничтожения Описывает все возможные одночастичные волновые функции И для каждой из них говорит, сколько есть штук частиц с такими квантовыми числами С этим импульсом и спином Оператор уничтожения, как следует из его названия Действительно уменьшает соответствующее число заполнения на единичку Оператор рождения увеличивает на единичку Ну, с некими коэффициентами, которые я писать не буду Которые всем хорошо известны Вот эти вот состояния, такие Их принято называть состояниями пространства Фука То есть вот это пространство состояния называется пространство Фука Честно говоря, я не совсем понимаю, почему Фука это написал существенно позже Дерака Ну, вот такая терминология, в общем-то, установилась Ладно Так вот, значит, Дерак показал в этой статье по теории излучения Что электромагнитное поле можно столь же хорошо и эквивалентно Описывать вот не как поле, которое состоит из осцилляторов поля А как набор тождественных частиц, подчиняющихся статистике БОЗа Но для них существует вот этот весь формализм вторичного квантования В рамках которого тоже можно рассматривать процесс излучения Правда, на самом деле там есть забавная тонкость Тогда люди более психологически не готовы к тому, чтобы говорить Что вот в этом процессе родилась частица или уничтожилась частица Частица с точки зрения физика в той поры была нечто такое вечное Она может переходить из одного состояния в другое Но родиться или уничтожиться она не может Поэтому Дерак в этой статье написал, что в состоянии с нулевым импульсом И нулевой энергией имеется бесконечно много фотонов Поэтому, когда фотон излучается, это он переходит на самом деле Из состояния с нулевой энергией в состояние с ненулевой энергией Когда поглощается, переходит на оборот Но это на самом деле отличие чисто терминологическое Никакого глубокого смысла в нем никогда не было Ну ладно, то есть вот Дерак тем самым построил квантовую теорию электромагнитного поля И тогда уже сумел действительно последовательно посчитать спонтанное излучение атомов Не только вынужденное Ладно, вот этот вот самый формализм вторичного квантования Который Дерак придумал Просто как некую такую вот сначала математическую игру Потом понял, что ее можно применить для описания фотонов Его стали развивать разные люди Причем в основном Юрдан Юрдан с разными соавторами Была такая работа Юрдана Клейна 27-го года А, ну да, значит Дерак тоже 27-го еще куда Иначе с принципом причинности будут не лады Вот, значит Юрдан с Клейном в 27-м году Опубликовали подробное изложение вот этого формализма вторичного квантования Для системы тождественных бозонов Уже не фотонов, которые имеют там нулевую массу покоя А любых нормальных, там, нерелятивистских, может быть, частиц В частности, они рассмотрели И системы со взаимодействием То есть вот всякие такие вещи, как Ну, я не знаю, я напишу без больших комментариев Гамильтониан Там газа, боза, частицы Со взаимодействием между его атомами Он имеет вид такой примерно Ну, если вот в таких дискретных индексах его писать То это будет сумма, там, е, н-ных, а крест Майс, что это так плохо пишет Н на а, н-ная Это, е, н-ная, это энергия одной частицы Вот на этом, н-ном уровне А крест на а, это оператор числа частиц Плюс взаимодействие Это двойная сумма И здесь будут Здесь будут Какие-то матричные элементы потенциала Не наврать, помню, я сейчас в этой формуле В уме я все-таки Не настолько хорошо помню Здесь будут матричные элементы потенциала Там какие-то между н-м и н-м состоянием И здесь какие-то окреста, окреста Ладно, я сейчас не буду писать Потому что боюсь ошибиться Но можно ее переписать через оператору ПСИ Оператору квантованной волновой функции Тогда это будет выглядеть совсем красиво Это будет интеграл Скажем, ПСИ Крест от Х Теперь это оператор, обратите внимание Дальше здесь будет стоять Одночастичная энергия Прямо как по Шрёдингеру То есть будет стоять Минус Там Х квадрат на 2М Д2 по ДХ квадрат Ну и одномерный случай напишу И плюс ВОТХ И все это надо умножить на ПСИ От Х И по ДХ Проинтегрировать Это если есть только внешнее поле И друг с другом частицы не взаимодействуют А если частицы взаимодействуют друг с другом Есть еще двойной интеграл От ПСИ Крест Х ПСИ Х Это оператор плотности частиц в точке Х Дальше вот здесь стоит взаимодействие В от Х минус У А здесь стоит ПСИ-крест Игрек ПСИ-Игрек ДХ-ДИгрек Соответственно Ну ладно То есть Вот все это активно применяется В квантовой теории многих тел И Вот такой красивый формализм Для Описания Систем тождественных частиц В случае статистики БОЗа Вот как раз придумали Йордан и Кли То есть В случае Чистого Шрёдингеровского Описания Надо было Выписать функцию ПСИ От чертовоемых координат От координат Всех частиц И причем Она симметрична Относительно Любых перестановок А тут такой Какой-то более компактный Формализм Хотя более символический А для В случае Статистики Фермия Дирака В следующем В 28-м году Такой же Примерный Формализм Развил Йордан И Вигнер На самом деле Была статья Одного Йордана 27-го года Где он В первом приближении Это сделал Но наврал В общем-то Неправильно У него там было Непоследовательно Математика Там заметно сложнее Поэтому дальше Он на помощь Призвал Вигнера И с помощью Вигнера Они вместе Все сформулировали Правильно И отличие Статистики Фермия Дирака От статистики Боза и Эйнштейна Состоит в том Что вместо Коммутаторов Везде стоят Антикоммутаторы А больше В общем-то Ничего практически Не меняется Но вот Как раз Конкретная формула Что будет Если на вот эту Вот штуку Подействует Оператор А какой-нибудь Там вот второй Например Который хочет Уничтожить Вот эту частицу Ну в случае Фермия Дирака Числа заполнения Бывают только Нули и единица Ну вот А второй Конечно Эту единицу В ноль превратит Но с каким Знаком С плюсом Или с минусом Это как раз Достаточно Нетривиальный Математический Вопрос Который Вигнер И помог Разрешить Ну и Тем самым Йордан Вот Внес Существенный Вклад Вот в такой Вот Аппарат Математический Который Применяется Для Квантования Полей Ну вот Этот метод Вторичного Квантования Так Ну ладно Попробую Попробую Успеть сказать Следующий кусочек Следующий кусочек Это уравнение Дирака Эта история Очень Интересная Значит Уже Ну с самого начала Фактически Шрёдингер Еще до своего Нерелитивистского Уравнения Написал Релитивистское Уравнение Об этом Никто почти Не знал Потом он Это Релитивистское Обобщение Упомянул Мимоходом В одной Из своих Более Поздних Статей Но Клейн К тому времени Его уже Опубликовал Отдельно Поэтому Его стали Называть Уравнение Клейна Поначалу Потом На самом Деле Если уж Строго Следовать Исторической Последовательности Вторым Его опубликовал Фок Причем Почти одновременно То есть Там разница В днях Вот От получения Этих Двух Статей Явно Независимо А потом Заметно Позже Опубликовал Его же Гордон Который На самом Деле Рассматривал Комптон Эффект Комптоновское Рассеяние В волновой Механике Ну Где вот Частицу Волновой Механики Он описывал Релитивистским Волновым Уравнением Это Уравнение Второго Порядка По времени Ну Понятно Почему Потому что Мы хотим Чтобы Скажем Пси Которая Равняется Е в степени Минус И П Х Удовлетворяло Б этому Уравнению При условии Что П Квадрат Равно М Квадрат Ну Поэтому Давайте Напишем Д Квадрат Плюс М Квадрат Минус Каждый Д Будет Извлекать Минус И П Получится Минус Нет Все-таки Плюс На Пси Равно Нуду Вот оно Уравнение Клейна Ну Видимо Правильно Говорить Клейна Фука Гордона Хотя Первым Его Написал Шрюдингер Значит Оно Второго Порядка По времени Вторая Производная По времени Входит В отличие От Временного Уравнения Шрюдингера Это Один Большой Минус С точки Зрения Дирака Дирак Сформулировал Вот этот Свой Общий Подход Квантовой Механике Эту Теорию Преобразований Где Для него Обязательно Была Ну Такая Вот Скажем Причинность Что Волновая Функция В начальный Момент Определяет Волновую Функцию В любой Последующий Момент Уравнение Должно Быть Первого Порядка По Времени Второй Минус Стоит В том Что Если Смотреть Сохраняющийся Ток Ток Который Удовлетворяет Закону Сохранения Д Мю Ж Мю В Равно Нулю Для Уравнения Клейна Гордона То Нулевая Компонента Этого Тока Может быть Как положительна Так и Отрицательна Я Опять же Сейчас Боюсь Наврать Но Этот Ж Мю Имеет Вид Какой Примерно Такой Что Типа Пси Сопряженная А Д Мю Пси Минус Пси Д Мю Пси Сопряженная И вероятно На И Или Может быть На Минус Поэтому Сюда Входит Производная Д Ноль Производная По Времени И Может Эта Штука Иметь Любой Знак Поэтому Интерпретировать Как Плотность Вероятности Нельзя Для Уравнения Шетингера Хорошо Там Плотность Есть Модуль Пси Квадрат Давайте считать Что это Плотность Вероятности А тут Это Никак Нельзя Считать Плотностью Вероятности Знак Может быть Любой Но Были Всякие Там Разные Рассуждения На Тему Что Давайте Это Считать Плотностью Заряда Что Уравнение Клейно-Гордона Описывает Одновременно Частицы С положительным И отрицательным Зарядом И Вот Ж Ноль Это Плотность Заряда А Ж Вектор Это Плотность Тука Ну Все это Хорошо Но Такой Вот Что ли Привычной И Обязательной Практически С точки зрения Дерака Интерпретации Квантовой Механики Это все Противоречило И Тогда он Стал думать Как написать Релятивистское Уравнение Волновое Для Электрона Которое Соответствовало Всем его Требованиям К Правильному Квантово-механическому Описанию На Какой-то Конференции В 28-м Году Бор Спросил У Дерака А чем Вы сейчас Занимаетесь Он сказал Пытаясь Написать Релятивское Уравнение Волновое Уравнение Для Электрона На что Бор Ответил Да Клейн же Уже Решил Эту Задачу Ну Дерак С этой Точкой Зрения Был Не Согласен И Поэтому Он Принялся По Своей Обычной Манере Играть с уравнениями Скажем так Значит Он Рассуждал Примерно Так Уравнение Должно Быть Первого Порядка По Д Ноль Производной По Времени Значит Оно Должно Быть Первого Порядка И По Производным По Координатам Потому что Оно Должно Быть Лориц Вариант Значит Это Уравнение Можно Написать Так Но Можно Написать Его Скажем По Разному Можно Написать Действительно Совсем Как Его Написал Дирак Можно Немножко По-другому Если Совсем Как Написал Дирак То Это Будет Стало Быть И Д Ноль Минус И Альфа На Д И Минус М Бета На Пси Равно Нулю Где Альфа И Бета Какие Матрицы Вот Этих Матриц Есть Три Штуки Матрица Бета Есть Одна Штука На Сам Деле Более Красиво И Более Релятивистски Его Можно Переписать Не Так Его Можно Переписать Как Я Его И Перепишу Его Лучше Так Буду Использовать Как И Гамма Мю Д Мю Минус М Пси Равно Нулю Я на Бету Фактически Просто Умножил И все Ну На Бету Минус Первый Струб Коваря Ладно А вот Значит Предположим Что уравнение Имеет Вот такой Вид Оно Первого Порядка По времени И первого Порядка По координате Но Как Мы Из него Будем Получать Вот Это Требование Чтобы Решение Существовало Только Когда Волна Имеет Правильную Вот Такую Массу То есть Мы Предполагаем Что А Ну Да Здесь Надо Наш Все Это Все Время Забываю Что Значит Если Мы Будем Искать Решение В виде У На Е В степени Минус ИП Х То Получается Что Получается И Гамма Мю П Мю Минус М На У Равно Нулю Давайте Умножим Это Уравнение На Такую Же Еще Скобочку Только Со Знаком Плюс И Гамма Ню П Ню Плюс Гамма Ню Какие-то Матрицы Про которые Пока Дирак Ничего Не знал Вот Если Значит Теперь Это Перемножить Ну Поскольку М Это Просто Число Скалярная Величина То Перекрестные Члены Выпадут И Получится Получится Что Гамма Мю Гамма Ню П Мю П Ню Минус М квадрат Должно быть Равно Нулю Чтобы Это равенство Всегда Выполнялось Достаточно Потребовать От этих Матриц Чтобы Гамма Мю Гамма Ню Симметризованная Равнялась Ж Мю Ну Или Ладно Я полностью Напишу Гамма Мю Гамма Ню Плюс Гамма Ню Гамма Ню Равняется Соответственно Дважды Вот Если Придумать Четыре Штуки Матрицы Которые Довлетворяют Вот этому Вот Уравнению То Уравнение Дирака Вот это Будет Иметь Решение В виде Плоской Волны В том Случае Когда П Квадрат Равно М Квадрат То есть Правильно В правильном Случае Дирак Естественно Достаточно Легко Придумал Такие Матрицы Минимальный Размер Оказался Четыре На Четыре У Павли Были Матрицы Два На Два Это Как бы Имело Ясный Физический Смысл Два Спенового Состояния Электрона Матриц Два На Два Которые Удовлетворяли Такому Соотношению Не Существует Минимальное Что Есть Это Четыре На Четыре Дальше Дирак Получил Закон Преобразования Ну И Соответственно Пси Это Столбец Из Четырех Элементов Пси Один Пси Два Пси Три Пси Четыре Как Эти Столбцы Дираковские Волновые Функции Преобразуются При преобразовании Хлоренца Дирак Влывел Получил Плотность Тука Жемел Которая Ну Ладно Я ее напишу Прямо В современном Виде Вот так Вот Но Ее Существенное Свойство Состоит В том Что Жу Ноль Всегда Положительно Жу Ноль Это Сумма Квадратов Какая То Значит И Вот это Вот Уравнение Если В него Теперь Добавить Еще И Внешнее Электромагнетное Поле По Стандартному Рецепту Ну То Добавить А Мю Вот В это Вот Уравнение То Получится Опять же Явно Релятивистки Инвариантное Уравнение Для Электрона В Электромагнетном Поле И Оно Предсказывает Магнетный Момент Электрона Который Оказался Равен Одному Магнетону Бора Так что Ж Геромагнитное Отношение Получилось Равным Двум Вот Это Никому Не было Понятно Это Тот факт Только Ну Ладно Я его Перепишу Еще раз С вектор Потенциалов Значит Гамма Мю И Д Мю Плюс Е А Мю Вот так Наверное Если Только Знак Не Перепутал Но В принципе Можно Уравнение Дерака Слегка Испортить Не Испортив Его Наиболее Хороших Свойств Но Сюда Можно Добавить Добавочный Член Пропорциональный Коммутатору Гамма Мю С Гамма Ню На Ф Ню Это Называется Член Паули И Вот Если Его Добавить С Каким То Коэффициентом То Киромагнитное Отношение Электрона Можно Сделать Любым Хотите Ноль Хотите Сто Чего Хотите То И Получите То есть Правильное Значение Магнитного Момента Электрона Следует Из Простейшего Уравнения Дерака Без Дописывания В него Руками Какого-то Члена Который Вроде бы Допустим Но Стало Быть Его Нету Для Электрона Значит Он Посчитал Спектр Водорода В первом Приближении Тонкую Структуру Спектра Водорода Исходя Из Уравнения Дерака Но Не точно Решал Именно В первом Приближении Получил Правильный Ответ Автоматически То есть Это уравнение Релятивистское Оно Все знает Про Прецессию Томаса Само Никаких Ручных Манипуляций Проводить Не надо Получается Все правильно Потом Кстати Другие Люди Гордон И Дарвин Независимо Друг от друга Решили Уравнение Дерака Точно В Кулоновском Потенциале Потом Но При этом Оставалось Непонятными Несколько Вещей Самая Главная Вещь Которая Оставалась Непонятной В интерпретации Уравнения Дерака Состоит в том Что Вот это Уравнение Относительной Энергии П0 Имеет Два Решения Это Плюс Минус Корень С П Квадрат Плюс М Квадрат То есть Предсказываются Вот эти Самые Волны Электронные Имеющие Как положительную Так и Отрицательную Энергию Какое Да Просто так Объявить Декретом Что Отрицательная Энергия Решение С отрицательными Энергиями Мы не рассматриваем И не собираемся Включать Теорию Невозможно Потому что Для Ну вот В квантовой Теории Всегда существуют Переходы Из одного Состояния В другое В частности Ненулевую Вероятность Имеют Переходы Из состояния С положительной Энергии В состояние С отрицательной И так далее То есть Просто их Выкинуть Нельзя В классической Эта же Формула Тоже верна Но там Мы можем Сказать Там нет Никаких Скачков Там Энергия Меняется Плавно И перепрыгнуть От плюсов В минус Она не может А в квантовой Механике Может Поэтому Требуется Какая-то Какая-то Интерпретация И эту Интерпретацию Некую Первую Предложил Дирак В 30-м Году Тут важно Понимать Психологический Климат В этот Момент То есть Тогда все Более твердо Уверены Все физики Что существуют Две Частицы Два сорта Частиц Электрон И протон Фотон Как-то За частицу Не очень Считался Он считался За квант Цвета Ну Ладно Будем Даже считать Его тоже За частицу Но тогда Три Но все были Твердо Уверены Что этого Достаточно Из электронов И протонов Строятся Атомы Тогда думали Что ядра Состоят Тоже Из протонов И электронов И никаких Других частиц Не надо И их И нет В природе Поэтому Никакие Там Попытки Придумать Какую-то Частицу Не пользовались Популярностью И поэтому Дирак В своей Этой статье Тридцатого Года Предложил Такую Интерпретацию Неправильную Совершенно Но он Был Ну вот Пленником Этой Психологии Того Времени Что Никаких Новых частиц Нет Потому что Не может быть Значит Вот если Есть Энергия Это Это У нее Ноль Это У нее Плюс М А это У нее Минус Тогда Состояния Которые Являются Решением Уравнения Дирака Есть Вот здесь И есть Вот здесь Электроны Подчиняются Статистике Ферме Давайте Предположим Что все Состояния С отрицательными Энергиями Заняты У них В каждом Состоянии Сидит По одному Электрону И Никакой Электрон Отсюда Сюда Перепрыгнуть Не может Принцип Паули Не дает Тогда Если Мы вдруг Один Электрон Вот отсюда Возьмем И передащим Вот куда Нибудь Сюда То Мы получим Здесь Электрон С положительной Энергии А здесь Мы получим Дурку И На самом деле Вся эта картина Она Сейчас Твердо Знаем Что это Совершенно То же самое Что в полупроводниках Есть электронные Дырки Вот есть Зона проводимости Есть валентная Зона Вот отсюда Сюда Перепрыгнули И осталась Дырка Дырка Имеет Положительную Энергию Это вот Расстояние Отсюда До сюда По модулю И имеет Противоположный Заряд Ну потому что Вакуум Был не заряженный А мы Вытащили Один вот этот Электрон Здесь Получился Е- А здесь Получилась Положительно Заряженная Частица Ну вот Без учета Взаимодействия Масса Электронной И дырки Должна быть Равны Поэтому Дерак Предположил А может быть Протона Давайте Давайте Назовем Антиэлектрон А протоны Описываются Тоже уравнением Дерака У них Есть тоже Своё море Свои дырки Значит Должен быть Еще и антипротон Сразу Предсказал Две новых Частицы Которые До сих пор Никто Не видел На самом деле Впервые Позитроны В космических Лучах Наблюдали Блэкет И Ачилиани Которые Работали В Кембридже Они Смотрели Ну вот Стопки Из Фотопластинок Между Которыми Вставлялись Листки Металла Я уж точно Не помню Не то Они на какую-то Гору Все это Выставляли Не то На каком-то В воздушном Шаре Поднимали И смотрели А и в магнитном Поле И Обнаружили Там Треки Которые Сгибаются В такую Сторону Которая Показывает Что это Положительно Заряженная Частица Летящая Сверху Такие Картинки На самом деле Уже Люди Думали Но думали Что это Какая-то Отрицательная Заряженная Электрон Который Летит Наоборот Снизу Хотя Это Странно Но Фантазии У них Но Блэкетт и Ачилиане Вполне Правильно Интерпретировали Всю эту картинку Что это Легкие Положительно Заряженные Частицы Но Блэкетт Жаждал Все больше И больше Всяких Проверок Этого Так сказать Открытия Действительно Важное Открытие И Затягивал С публикацией В результате Чего Андерсон Американец Публиковал Это раньше В 32-м Году А Блэкетт Только в 33-м То есть Тем самым Позитрон был открыт Экспериментально И вообще Вот вся Вот эта история Теоретического Предсказания Позитрона И его Экспериментального Открытия В скорости После этого Это пожалуй Я бы сказал Действительно Один из Триумфов Физики Ну и Последние Совсем Слова Я уже Заканчиваю Значит Вот эти Вот величины Которые Представляют собой Четырехкомпонентный Столбец Дираковские Спиннеры Слово Спиннер Придумал На самом деле Ренфест Он Долго И тщательно Пытался Осознать Вот про уравнение Дирака Преобразование Лоренца И так далее И Сказал Ну вот Скажем Про тензоры Все ясно Есть тензорное Исчисление Есть учебник Берешь Открываешь учебник Все изучаешь А про спиннеры Есть Можно Существует Какое-нибудь Спиннерное Исчисление Которое Нормальный физик Мог бы понять В 29 Году Это он Такой Клич Кину На что Откликнулся Вандерварда И сказал Да Есть И построил Спиннерное Исчисление И написал Подробнейшую Статью Где Вся работа Со спиннерами Была подробно Описана Вся эта алкепра Но на самом деле Спиннеры Правда Без этого имени В математике Ввел Картан Вообще В 1913 Году Давно-давно Но физики Об этом не знали И Ну в общем Как Это не Единственный Такой Факт Таких примеров Было много Что новый Математический Аппарат Создавался Раньше Чем он Оказывался Нужен Физике И причем Часто Не Много Раньше Так сказать А буквально Вот за Несколько лет До того Какой-то Новейший Математический Аппарат Как раз Оказывался Очень Вострепованным Это действительно Какое-то Такое Любопытное Наблюдение Ну ладно Значит Вот на этом Мы на сегодня Кончили Следующая лекция Будет последняя На следующей лекции Я попробую Кратенько Рассказать историю Как была создана Квантовая электродинамика Это Уже заметно Более поздний период Это Самый конец Сороковых И самое начало Пятидесятых А создали ее Фактически Четыре человека Таманага Швингер Фейнман И Дайсон Тоже очень Интересная история Там В прошлые разы Мне как-то Не удавалось До этого Переда Добраться Раньше Время кончалось Сейчас у нас Все-таки Одна лекция Вроде бы Есть Потом В следующий раз Будет вот эта лекция Она будет последней Все Все Мы тут Закончили Время